Здравствуйте! Сегодня поговорим о содержании ракообразных в морском рифовом аквариуме. Разделим ракообразных по их видам. Крабы, креветки, раки. Другие виды ракообразных обычно не содержатся в морских аквариумах. Поэтому мы их упоминать не будем. Итак, первыми пойдут крабы, как самые опасные и нежелательные жители морского аквариума. К сожалению, краб есть краб, и в морском аквариуме ему места нет. Крабы едят все, что могут поймать и убить. Креветок, червей, улиток, раков, рыбу, кораллы. Все вышеперечисленное пойдет в пищу даже при обильном кормлении. Крабы существа неуправляемые и дрессировке не поддаются. Поэтому любой краб, найденный в аквариуме, должен быть выловлен и удален. Вы можете содержать крабов в сампе, если он у вас есть. Если же нет, то краба надо отдать в добрые руки. Есть в бочке дегтя, капли меда. И среди крабов, конечно же, есть исключения. Я назову вам трех крабов, в аквариуме, с которыми не будет проблем. Краб коралловый. Краб анимоновый, пятнистый. Неопетролис макулатус. Анимоновый краб, фарфоровый. Эти крабы очень маленького размера и живут каждый в суббозе со своим кораллом. Если не создать краба необходимых условий для жизни, то есть присутствия нужного коралла, то краб погибнет. Также анимоновые крабы часто становятся жертвами рыб-клоунов в борьбе за актинию. Дальше пойдут раки. В основном в морских аквариумах содержатся раки-отшельники. Раки других видов практически не встречаются в морских аквариумах из-за непривлекательности содержания. Раки-отшельники бывают хищными и травоядными. Для хищных отшельников понадобится отдельный видовой аквариум, в котором будет содержаться один или два хищных отшельника. Других раков, улиток или кораллы хищные раки съедят. Возможность содержать хищных раков-отшельников с крупными рыбами, которые будут им не по зубам. Травоядные раки-отшельники безопасны для рифового аквариума. В аквариуме их рацион чаще всего входит водоросли и ретрит. Единственное, что необходимо для успешного содержания травоядных отшельников – это раковины. По мере роста раки будут менять раковины и в аквариуме должно быть много пустых. При нехватке раковин отшельники могут начать убивать улиток, либо друг друга, чтобы получить домик побольше. Есть среди раков такие, которые попадают к нам в аквариум случайно. Например, это хищный рак богомол мантис, который приходит как нелегал с живыми камнями. Этот рак очень осторожный, заметить его невозможно. Очень опасен для рифов, убивает всех, кого может. Характерным признаком присутствия такого рака в аквариуме являются регулярные щелчки и исчезновения рыб. Ну и наконец, креветки. Эти создания практически все безобидны и не причинят вреда никому в морском рифовом аквариуме. За исключением некоторых креветок, которые могут есть за антусы и тому подобные полипы. Несмотря на то, что креветки всеядные, они остаются равнодушными к кораллам. Не требуют специальной диеты и каких-то особых параметров воды, отличающихся от стандартных параметров в морском рифовом аквариуме. Кормить их специально не нужно. Они подъедят то, что упало на дно во время того, как вы кормите рыбу. Обычно креветки заняты тем, что зачищают камни от водорослей или рыб от паразит. За такую заботу креветка Лесмата амбонезис получила название креветка доктор. Креветки равнодушны друг другу и драк среди них не бывает. Могут слегка побаковать друг на друга, пошевелить усами и разойдутся. Не требует никаких особых параметров воды и является очень хорошим подъедателем того, что упало на дно. Еще хочу обратить внимание на то, что все ракообразные линяют и сброшенный панцирь выглядит так, как будто это мертвая креветка. Когда я увидел в первый раз у себя в аквариуме валяющуюся креветку на песке, то очень расстроился, подумал креветка умерла, выловил и выбросил. Когда стал кормить аквариум, увидел, что как обычно в первых рядах рвущихся к еде креветка. Очень удивился, как же это так, что у меня две креветки что ли было. Позже опытные аквариумисты подсказали, что к чему. Хочу заметить, что нормальный период линьки составляет один раз в 6-7 месяцев у взрослых особей. Если креветки линяют чаще, то значит в аквариуме что-то не так, и это отражается на их состоянии. Вот собственно и все. Полезные ссылки вы найдете под видео. Вступайте в группу, подписывайтесь на канал, учитесь и получайте удовольствие от процесса. Текст читал Дима Пронин. До новых встреч! Дима Пронин. До новых встреч!